Всем привет! Это Блог Спорта день за днём о российском футболе и я Тимур Балеев. Сегодня мы поговорим о Зените и его трансферной политике в это сложное для российского футбола время. Поехали! Все на месте, спортсмены! Сейчас такая ситуация, что никто точно не знает, как планировать трансферную политику на ближайшее трансферное окно. Вообще непонятно, где будет российский футболк, где будут играть российские клубы. Ведь формально-то запрет на участие в международных играх могут и отменить к следующему их сезону. Получается, что Зенит и все остальные российские клубы могут вернуться уже к следующему сезону. Но в таких условиях, конечно, надеяться на чудо сложно и в любом случае планировать трансферную работу надо уже сейчас. И в таких условиях делать это достаточно сложно. Зенит, наверное, первый клуб в нашей премьер-лиге, кто уже, так скажем, определился с тем, какую пройдет работу. И это уже видно по последним новостям. А вернее, о том, что Зенит планирует продлевать контракт со своими футболистами. Мы уже видели новости о том, что генеральный директор Зенита Александр Медведев выступил, что будут продлены контракты с Сутерминым, будет продлен контракт с Ерохиным, ведутся переговоры уже со Сдоевым. То есть уже три футболиста минимум подтверждены. Ранее было сказано, что продлит контракт Михаил Киржаков. Есть пункты о продлении контракта автоматическом у Станислава Крюцука и у Артема Дзюбы. Пусть там Артем должен провести какое-то время матча обязательно. Если не ошибаюсь, речь идет про 70% игрового времени за сезон, к чему, впрочем, Артем достаточно близок. Другой вопрос, что, может быть, Артему хотелось бы как-то улучшить свои условия. Но я думаю, что в текущей ситуации и он согласится на продление контракта минимум на еще один сезон. И в Зените он как минимум в следующем сезоне останется игроком основного состава. О чем все это говорит? О том, что Зенит не планирует делать летние трансферы. Понятно, что сейчас мало кто из иностранных футболистов захочет поехать в Россию. Все, я думаю, понимают, что сейчас мировая ситуация не благоволит этому. Как минимум потому, что многие футболисты хотят играть в Еврокубках, в Лиге Чемпионов. И если Зенит не сможет, то одно из главных преимуществ Зенита было в том числе еще и то, что не только деньги, а в том, что команда постоянно играла в групповом этапе Лиги Чемпионов. И это большое подспорье, когда договариваешься о трансфере с иностранным футболистом. Но в нынешней ситуации вряд ли в Зенит захочет переходить даже к какому-нибудь так называемому братишку Малкома. Потому что бразилиец очень здорово отозвался о Зените, сказал, что здесь безопасно, что он останется и будет играть до конца контракта. Но он уже знаком, он уже знает как бы Зенит, как он относится к своим футболистам и все такое. Но новому футболисту, конечно, будет сложно ему уговорить переехать в Зенит только на основании каких-то слов и рассказов Малкома. И в этой ситуации Зенит решил взять паузу и не делать никаких трансферов. И я считаю, честно говоря, что это наилучший выход из ситуации. Потому что сейчас действительно то время, когда лучше повременить. И самое лучшее, что могут сделать клубы, это не столько стать сильнее, сколько не стать слабее. Почему Зенит продлевает контракты со своими футболистами? Потому что он хорошо их знает, знает их лучшие качества, знает их слабые качества и знает, как с ними работать. Это самое главное. Зениту удалось не потерять практически легионеров, ну, за исключением Ярослава Ракицкого, которого вряд ли можно было удержать. Но и в этой ситуации Зенит может выиграть больше остальных. То есть продлевает контракт со всеми остальными. И это значит, что Зенит по-прежнему остается самой сильной командой премьер-лиги по составу. И с таким составом определенно Зенит будет первым претендентом в следующем сезоне как на победу в чемпионате России, так и в Кубке России. А что еще нужно? В этой ситуации вопросы вызывает только контракт одного человека. Главного тренера Сергея Симака. Основная часть контракта у него истекает в конце этого сезона. У него тоже есть пункт о автоматическом продлении, видимо, по достижении каких-то целей. Но не захочет ли Симак немного улучшить условия? Потому что, ну, человек добивается больших целей внутри страны. Всегда максимальные цели. То есть сейчас уже Зенит вышел в полуфинал Кубка России. Идет на первом месте в чемпионате России. Понятно, что его еще нужно выиграть. Но, тем не менее, Зенит три раза подряд выиграл чемпионат. Я думаю, что Алексей Миллер на такое, наверное, и не рассчитывал, когда поддерживал его кандидатуру при назначении. И вполне возможно, что сейчас он бы мог поддержать Симака. И, возможно, предложить со стороны Зенита не только ту же самую опцию продления контракта. Ведь, по сути, Сергей Симак уже подписывал контракт 2 плюс 1, когда приходил Зенит. Потом, получается, подписал о продлении по той же системе 2 плюс 1. Но, посмотрите сами, сейчас в конкурентах в борьбе за чемпионство Динамо, чей главный тренер Сандро Шварц подписан уже до 2024 года. Понятно, что сейчас ситуация такая, что в любой момент иностранный тренер, футболист может уйти и уехать из России. Но, тем не менее, Динамо показывает, что доверяет своему тренеру, дает ему приличный контракт. Про деньги уж ладно, умолчим, не будем выдаваться в такие подробности. Но сам факт доверия очень важен не только для того, чтобы главный тренер вел свою работу, но и чтобы команда ощущала определенную стабильность. Понятно, что в Зените всегда лучше знают, как поступить в этой ситуации. Я уверен, что руководители Зенита часто могут подобрать правильные слова для того, чтобы успокоить своих футболистов и игроков. Ну, недаром, по сути, реально никто из иностранных игроков не уехал из России. Да, так Юрий Алберт изгонял быстренько в Бразилию во время пауза на матче сборных и какие-то дела свои прорешал. Но он вернулся и уже сыграл против Сочи. В этой ситуации, да, сейчас у Зенита непростая череда матчей, теряются очки и отставание. Отрыв от Динамо сократился уже до трех очков. Но я думаю, что не нужно никому рассказывать о том, что Сергей Семак один из сильнейших специалистов в России. И, как минимум, своих целей он добивается. И в этом году, ну, я уж не знаю, можете мне верить или нет, но я думаю, что Зенит снова выиграет чемпионат. И никакой Динамо этому не помешает. И все же хотелось бы, чтобы Зенит решил вопрос с контрактом Сергея Семака. Потому что немного это все-таки вызывает беспокойство. Если тоже Медведев по поводу продления контрактов с игроками выступил достаточно четко и понятно, что там с тем, те разговоры ведутся, те уже все согласовано, то подсчет Семака он сказал, что надеюсь на автопродление. Ну, то есть, знаете, это не те слова, которые успокаивают болельщиков. И хочется услышать что-то более конкретное. И тем более, что действительно в этой ситуации Сергей Богданович справедливо может рассчитывать на какое-то повышение. Ну, то есть, он еще перед предыдущим продлением контракта говорил, что хочется подписывать контракт не один плюс один, а что-то более серьезное. И я думаю, что сейчас Сергей Богданович может высказаться в том же ключе и как минимум хотеть подписать контракт на более выгодных для себя условиях, а не чувствовать определенную опасность, что вот так закончится и человек останется без работы. В любом случае, «Зенит» явно показывает, что хорошо ведет свою трансферную политику и явно заботится о своем развитии лучше остальных клубов, уж точно лучше, чем «Спартак», где и тренерская чехарда, и вообще все меняется так быстро, как на распродаже. А «Зенит» гораздо более стабилен в этом смысле, и я думаю, что другим клубам «Премьер-лиги» стоит брать с «Зенита» пример. А вообще у нас недавно на сайте «Спорта» день за днем вышло интервью с администратором «Зенита». Я советую почитать, это, я думаю, известная история, вы все слышали, как в прошлом сезоне на выезде на матче «Зенита», даже в этом сезоне, я ошибся, «Зенит» играл на выезде с «Рубином», и клуб оставил форму в Санкт-Петербурге. Да, все успели в итоге решить, форму быстренько забросили в самолет и привезли, но, к сожалению, свою работу потерял как раз-таки администратор «Зенита». Он объяснил интервью спорта день за днем, как такое произошло, и, честно говоря, не знаю. Мне кажется, такое бывает с каждым, возможно, болельщики захотят поддержать его, тем более, что, как он сам рассказал, вроде как команда и Сергей Семак пытались его поддержать, пытались сохранить его в клубе, но вот что-то прошло не так. В любом случае, почитайте это на сайте спорта день за днем и выскажите свое мнение на этот счет. Ссылка на интервью будет в описании профиля. Ну, а на этом все. Поддерживайте «Зенит» или хотя бы просто любите российский футбол, смотрите российский футбол и болейте за него. Это был Тимур Валеев, «Спорт день за днем». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok